Трассы и виражи на автомобилях с уникальной историей. Перед каждой гонкой машина проходит тщательную подготовку. От того, как автомобиль оснастят к соревнованиям, напрямую зависит результат заезда. На прошедших в столице гонках московская классика. Участник саровской команды «Черный ворон» за рулем советского москвича стал третьим в категории «Спорт». Участвуют «Волги», «Жигули» нескольких классов, «Москвичи». Формулы старые, такие вот из 60-х, 70-х годов. Всего наш город на гонках представляло пять автомобилей. Из них два москвича и три машины марки «Жигули». В категории «Тайм-атак» саровские гонщики выступили также удачно и привезли домой первое и третье место. Готовится автомобиль по своему классу, по своему регламенту. Тут что-то можно, что-то нельзя в каком-то классе. Подготавился автомобиль, а дальше выбирается трасса, платятся взносы, доставляется туда автомобиль. Ну и вы, собственно говоря, заявляетесь и участвуете. По такому графику вот уже несколько лет живут гонщики из команды «Черный ворон». Сейчас они готовятся к третьему этапу соревнований, который пройдет уже в конце июля. Но не только гоночными автомобилями увлечены реконструкторы. Экспозиция музея автомототехники пополнилась советским спортивным мотоциклом «Урал М-77», предназначенным для шоссейных и кольцевых гонок. Здесь участвуют в экипаже два человека, сам пилот, который сидит за рулем, и, соответственно, можно назвать его штурман или человек, который находился в люльке. И при передвижении, при входе в поворот, надо было как противовес вставать, держаться. «Урал М-77» – предпоследний экспонат в линейке гоночных мотоциклов 60-70-х годов. Чтобы завершить этот ряд, осталось найти лишь одну модель того времени. Дарья Цапорыгина, Константин Настровский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.